Бывает. Бывает, да. Там длинная игра была, 74 минут, скажите. Против Альянса, что ли? Нет, на Авито был. Нормально видел. Ну, я не особо видел. У меня, на самом деле, я как сейчас помню, был Vitality Booster, у меня был чуть ли не Pipe, какие-то три бруската, но у Dendy был Ethereal Refresher 5 этагон. И мне помогало, неважно, каким у тебя предмет. Тинкер? Боже, что банят Team Secret, Morphling, Juggernaut. Ага, ну просто VT Gaming играли в Китай своей заготовкой Undying Morphling на сложную... Да это абсурд, они бы не стали тут это брать, это вообще какая-то фигня. Егор, выход от секретной страты с Варлоком? Вполне может быть. Точно. Ну слушай, в секретной страте был и зомби, и Apparation, и Варлок, и еще кто-то. Зомби не было в секретной страте. Был бестмастер, Рубик Дроп Раска и Варлок. Ну лови. Хочу посмотреть на Экстраду. Ну она вполне заходит. Если аппарата у тебя не забирают в первой стадии вместо Даззла вот этот вот пик... Сейчас можно взять аппаратов, а потом взять бестмастера и закрепить все Варлоком. Но с аппаратом нужно что-то решать. Нужно или банить, или пикать прямо сейчас. Кстати, для Вичи аппарат тоже шикарен. Вот здесь я встану на защиту этого героя. Потому что и там, и там два хила. Артур одобрил. Фух. Защита аппарата. Но бери аппарата. Но если не берешь, то ты... А Морф это страта какая-то, Вичи гейминг? Это Морф Андаин. Они так в Китае играли. Я не вижу, кстати, силы. Это просто слабаки приходят и огребают. Нет, в этом нет силы. Это какая-то борода. Там смысл в том, что Алхимик покупал Аганим Морфу, давал. Морф делал гибрид Андаинга, ставил две тамбы. Ну и чё? Это просто куча денег, куча непонятного. Чего ради того, чтобы раз там... Ещё делал небось Алхимик. Опа, а это реально оно. Это та самая стратегия через Варлок. Но почему они аппараты не забрали прямо сейчас? Мне вообще не понятно. Потому что в этой стратегии Рубик, не забывай. На самом деле, детские булки будут. Даззл плюс аппарат. Да, он типа ломает хилы, но... А Сикрет знают о Варлоке? Нет. Об этом знают только русская студия аналитики и Virtus.pro. А может быть, Пупей на русском нормально общается? И как он... Он только через нас мог узнать. Посмотрел, поглядел. А мы не рассказывали Пупею. По крайней мере, я нет. Но если Пупей не смотрит русский студонал, в чём я сомневаюсь. Кто-то не знает. Кто-то не знает. Кто-то не знает. Кто-то вообще берёт его на ФП. Кто-то просто в первой стадии. А эти вообще игнорируют даже ситуации, где он идеально заходит. Сколько будет мерзостей, если он всем аганима раздаст. Эти два голема, это всякий длинный стан без мастера. Ну, так это Варлок, играющий через астразуми, даст и рефрешил. Всё. Это герой и убийца. А парад для Сикрет как бы не очень, ввиду Даззла. Всё-таки Даззл аппарат такая себе. Это верно. Станет нечем. Тусовочка. Поэтому вот может и Пупей не хочет, но другой вопрос, почему он ещё давным-давно его не взял вместо Даззла? Это непонятно. Ну, я думаю, что Климент Иванов имеет свои. Ну да, это скорее всего сейчас будет Висп. Нет, нет, Висп тоже слабый. Ну, Даззл Висп, чё это такое Даззл Висп? Да. Да, нормально. Нормальные даблы почти нет. Именно ОГ так и ходили к триплой. Висп тени даззл на лёгкую. Ну или можно и даблы. Можно и даблы хорошие сделать. Да, можно на даблой Даззл Дум отправиться в сложную. Например, тени Висп нет. Зачем сложную? Можно даззл плюс один в лёгкую, Дума просто отправить в сложную. Да и всё, и тени мид. Героя, который будет как раз таки спейс создавать. Акаша, кстати, есть по-прежнему для Team Secret. Поставить даззл Акаша, она вынесет с лвла, пойдёт гулять по карте. А туда потом можно и Дума перетянут, если у него не пойдёт прям на харде. Возможно, Вичи апгрейдили эту самую стратегию с алхимиком и кучей аганимов. Добавив туда Undying. Потому что Undying с аганимов это же реально дичь. Да не будет никакой стратегии, просто обычная игра. Они что, с ума сошли пикать Варлоков твоих? Самый бесполезный кусок мяса. Нормальный чар. Ладно нормальный чар, согласен, но... Как просто это сейчас было? Он не нужен. Мы тут сами обсуждали, соглашались с тем, что какие-то пуши на кэрри позиции ставят героев типа Пугны. Варлок это герой типа Пугны. Можно взять саппорт Варлока. Вот саппорт Варлока я одобрю. Почему бы и нет? Если ему подарят когда-нибудь аганим и он когда-нибудь возьмет одиннадцатый, то... Подарят аганим. Ну да, но... Это тот герой против милишников. Тут уже Undying. Лучше взять сейчас... Сейчас Виспа заберут скорее всего Сикрет, а могут и не забирать Виспа. Но если заберут, то просто на Лас-Пик какой-то Вич-Доктор лучше зайдет. Во-первых, против Виспа неплохо. Во-вторых, еще и под Алхимика хороший аганим. Мипа для Вики. Сейчас Варлока в лицо. Вот сюда Варлок уже заходит. Получаю просто бандухи. Банды Суник Вейв и давай до свидания. Ну вообще да. И отвалился. И это серьезно, я не удивлюсь видеть Варлока саппорта в этой игре. Хоть они его брали обычно на кора, тут и на саппорт нормально заедет. Честно, я не одобряю пик. Сикрет, не кора. Тут по-прежнему может быть кор Варлок, почему бы и нет. Клопа Зомби Офлейн. Мид стал химик. Варлок на легкое, а бестмастер там пускай в свободное плавание отправляется. Ну, так не играют просто Вичи. Если бы это были ОГ какие-нибудь или сами Сикрет можно было бы предложить. Ты знаешь, смотря Нин Янг и смотря вот этот турнир, Клопа Вичи играют вообще как угодно. Ну не, у них все-таки более-менее выверные стратегии такие. То есть они стараются кора-то кора, там мидер-мидер. Они редко все прям меняют. Ну поглядим, конечно, всякое может случиться. Но что-то я не верю, что Вичи захотят бестмастера пустить свободное плавание по карте, Сделать кору Варлока и Квин оф Пейн андаринга послать сложную. На них не похоже. Пускай идет Кабанами стакой для алхимика и мипа в миде бьет. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Почему бы, нет. Заняться есть чем. Кабанами может делать два стака, а третий собой. Варлока, пожалуйста, Варлок. Ну он тут очень хорош. Ну или Вичдоктор, или Варлок. Но Варлок Суппорт это не стандартно и, я думаю, рисковать так и не станут. Дизраптора забанили, они сто процентов бы его взяли, если бы его не забанили. Думаешь? Ну конечно. Да против Випачар Топпик. А это Випачар Топпик. Нет, Вичдоктор хорош, конечно. Но против МИД в Дизраптор Топпчанский, граждане. Ну давай, не томите, давай. Если подумать про мипа, есть какой-то шейкер. Шейкер тоже здесь неплох. Три милишника, плюс даззл, шейкер может изрядно мешать этим ребятам. Ну да. Ну да. Ну сейчас будет какой-то, мне кажется, Рубик, ВД, что-нибудь такое. Ну Рубик совсем не очень. Рубик не очень кто-то не нравится. Прям еда. Это слабость. Еда и вороваться нечего. Кэфлай, конечно, всегда найдет, что делать. Вот шейкер, собственно. Вполне логичный и дефолтный пик. Ладно, работяги, я вас покидаю. Еще и Хускар заходит для Team Secret, причем инстапиком. Пик вообще опаснейший от Secret. Это какой-то саппорт Тинни. Кто взял Хускара? Ребят, будем об этом... Я ничего не понял. Разбираться будем после игры. А теперь пришло время второй карты. Secret против Vici Gaming. Начинается прямо сейчас. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Друзья, еще раз с вами по-прежнему. Лост и Каспер. И мы продолжаем смотреть тех самых Vici против тех самых Secret. Вторая карта, как только что правильно. И счет 1-0. Кто у нас там ведет? Вичи. Именно. Поэтому мы болеем за Secret. Да, сейчас мы болеем за Secret. И драфт просто очень интересный. Потому что у нас есть два... Ну, хотел сказать, совсем необычных героя. Но Хусик в последнее время уже малость приелся. Уже много коллективов его успели обкатать. Но это же Mi... Один простой факт, что Team Secret никогда не обламывались. Есть у противника OE. Нет у него ни о ней. Есть бурсты, которые этих ми парей могут моментально убить. Они его всегда берут. И что самое смешное, в большинстве случаев выигрывают. Да, да. Это действительно так. Ну и давайте сразу посмотрим, кто на комбате играет. Команда Vici Gaming Burning. На своей с недавних пор сигнатурной квапе. FY Earthshaker Super. Супер. Алхимик Медовой. Сладкий. Фенрир. Undying. И Ice 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 на Beastmaster. И Team Secret. Паппи забирает Спорт Дазла. Мизери на Хардовом Думе. Eternal Envy курирует на Хаскаре. V33 у нас будет стоять в миде на Амипа. И Пайлайдай. Ничего себе. Боже мой. Ну это суппорт Тини. Это суппорт Тини. Может быть это лесной Тини. Может быть это фармящий в лесу Тини. Помню где-то была задачка. Кто быстрее всех на Тинике нафармит. Там какой-то приз даже был. Ну пока не знаю. Вообще Тини как суппорт иногда работает хорошо. То есть если бы у тебя в команде был шейкер. Ты его кидаешь. Ну шейкер пока есть у противника в команде. Ты можешь чужого шейкера кидать. Да-да-да. Ну тогда разве что мипаря можно кинуть. И пой с Антаны. Так смотри тут сейчас будет битва за руду. Опять вичи идут всей своей командой отжимать руну. В этот раз у них нет Паришина. Но... А не это Сикрет в прошлый раз о Паришином отжали. Точно-точно-точно. Тут Сикрет решили алхимику по-любому подарить. Первую баунтирунку. Но оно и понятно почему. Пять сотен золота. Баланс. Пять сотен золота. Они причем всегда берут зомбаря чтобы создавать прям давление даже на руне. Там дикей по троим по четверым и ты ничего не сможешь делать. Ты уже боишься да. Страта проверенная у вичи гейминг. И смотри какие линии. Зомби шейкер и квапа отправляются в оффлейн вичи. И таким образом у нас на топе встречается айс 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 и мизери. Причем айс 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 тут стоит вообще замечательно. В принципе они тут вряд ли друг друга поубивают. Но крепятся будут хорошо. Так и тут нападение на Этернал Энви. Его сразу же закрывают и все улетает. Моментальный тэп аут. Замечательная реакция у Джеки. Причем хорошую перетяжку Энви сделал. Понимает то что внизу суппорт Тинни ловить вообще нечего. У него там ноль армора. 285 эмэса. И когда он придет на линию спросит ты вообще кто. И в итоге Тинни уходит в лес. Это лесной Тинни. Лесной Тинни? Да да и вот этот самый абуз. Чтобы вы понимали что произошло и почему крипы оказались здесь. Просто Тинни бросает крипов на других крипов и таким образом они друг на друга агрятся и прибегают на спаун. И Супер такой думает. Не понял что за дела как вообще-то. Да что за фигня вообще действительно. Энви улетает на топ. После того как он появился у себя на базе. После того как подрегенился отправляется фармить на топ. Где все тот же бестмастер. Теперь еще и Undying там подтянулся. Но Open Rear знает одну простую вещь. То что Хускар на ранней стадии игры очень слаб. То есть копьями он бьет сам себя. Пассивочка еще работает слабо. И при этом хп нужно обрасти. Там какой-нибудь армалетик подфармить. И он его преследует. Правильно правильно делает все. То есть тут и кабаном можно и всем. Можно вообще напрягать с этого Eternal Envy. И Фенрира можно напрягать. Действительно. Нужно. Нужно нагнетать. Потому что у нас было очень много игр. Когда Хускар без артефактов на 20 минуте. Что-то кидает в кого-то. В кого-то прыгает. И всем плевать. Да. Есть такое. Ну вот он Виха. У которого уже два мипаря. Который уже их начинает там расконтраливать. И естественно Алхимик в миде. Алхимик как мы видим тоже у него там тучка в два. Так у нас тут была попытка отжать руну. Но забирает ее Undying. Шекер хорошо фиссурой прикрыл. Проход. Так. Ну и Алхимик вообще тоже не особо заморачивается. Пока правда первая монетка. Но он очень хорошо ластхитит. У него 11 уже добитых крипов. Ну и как мы видим мипарь стоит достойно на миде. Большое количество армора. Если что можно быстренько забрать всех крипов хупом. И поэтому он спокойно. Ну спокойно стоит против Алхимика. Плюс есть еще такой очень важный фактор. Что если крипы заходят под тавер. То бывает что некоторые герои не могут этих крипов забирать. А тут у нас два товарища. И дабл тычка свою задачу делает. Да. Намного проще. И Бёрнинга внизу начинают гонять. Потому что от него убежал зомби. От него все убежали. Никто не любит Бёрнинга. И Квопа в итоге вынуждена терпеть. Потому что Дазл выходит с первым Пойзоном. Сразу кидает на автомате этот Пойзон в Квопу. Опять появляется Энви на линии. Вот гоняются. Гоняются сейчас за Джеки по всей карте. И прогоняют его с лейна на лейн. Да. Вот пишет, что у него там компьютер немножко лагает. Ну вот в такой игре, когда тебя стараются гонять по КД. Вообще самое проверенное решение это поставить даблы. Допустим там Квину в Пэйн ставят зомби. И Суппорт Тинни там немного сделать этим двоим. При этом больно будет получать по лицу Хускар. И тогда ты выиграешь линию. Ну а если Хускар вдруг не дай бог убежит наверх. То в принципе Бесмастер, который стоял один. Он тоже может посражаться. Ну вот и пока так и получается. То что правда немного переборщились с силами для гонения Хускара. Потому что его там целыми двумя суппортами шугают. То туда, то туда. И видим пока у Энви. Ну у него все равно очень хороший крип стат. То есть он имеет крипов немного меньше Алхимика. На одного всего лишь за Денайл. Точнее добил вражеского. И у нас за Денайл он уже целых 7 крипчиков. Ну вообще очень интересные у нас получаются матчапы. С одной стороны вроде бы против Хускара. Есть Квапа с пьюр дэмэджем. Есть Бесмастер с контролем. И Шейкер тот же с кучей станов. Но с физикой могут быть проблемы. Если в один прекрасный момент Алхимик решит. Что он не должен собирать артефакты на физдэмэдж. Да, как вариант. И при этом еще связка та самая опасная связка. Это Хускар с Дазлом. То есть даже если ты в него вливаешь невероятное количество урона. Если не дай бог он... Если не дай бог Дазл повесил грейф. То Хускар убивает вообще все что движется. 5 секунд. Максимальный атак спид. Копия бьют. Он сам еще захиливается и... Ну там просто мрак. Кстати вот Минески. Минески играл этой стратегией. Насколько я помню Пупей когда увидел. Ну во-первых он сам понял. И Хускара и Дазла. Думают ну его нафиг играть против такого обуза. Это не дело. И как мы видим сам забрал. Да ну вот у нас уже нередко скажем. И на Нянге там Хусик у нас всплывал. И вот сейчас здесь на Мейджоре. Уже это далеко не первая команда которая его берет. Причем там те же Минески тоже вроде бы играли, играли, играли себе. Бам Хускар. Все ногами вперед вынесли пару пацанов. И он работает этот товарищ. Ну на ласт пик по крайней мере он заходит в некоторых ситуациях идеально. Да. Если против него ничего не успевают набрать. Ну если он успевает раскачаться. Это тоже кстати момент. Ну опять же у нас кажется кто пытались играть еще через Хускара. Но не так удачно. Может быть Virtus.pro. Может быть я ошибаюсь. Я знаю то что играли OG с Хускаром. И они вообще без шансов убивали. Там была такая веселая игра. Там Miracle там. Там Miracle был на Хускаре и его в пятером не могли убить. Ну там в один момент игры по дазлом. Он один разваливал всю команду. Кстати а кто камерой? Кто-то кто-то двигает камерой. Наверное где-то на буржуйском стриме. Что у нас пока думают? Это те самые тактические паузы. Обсуждают, обсуждают. Такой Doom супер пафосный. Даже не скажешь что это Doom. Какой-то козлик. Как у нас шутил Майл Шторм. То что все новые сотые похожи на Рики. Это новые Рики. Да, тут говорят что пять раз появлялся Спорт Тини на про сцене. И ему даже дважды удалось выиграть. Ну возможно сейчас будет 50-50 винрейт у Спорт Тини. Ну пока у него, ну пока остальные четыре героя улыбаются. То есть им можно все что угодно делать. Ну вот вам еще раз показывают место проведения этого турнира. Супер пафосный купол в центре. Он изнутри тоже прикольно подсвечен. Такими вот зелено-сине-фиолетовыми цветами. Довольно таки интересная площадка. Вот тут недавно говорили, что здесь проводится не только Dota, а вообще наверное чуть ли не все что происходит в Европе. То есть и выставки, и разные выставки, и разные турниры. Тут даже по моему что-то с автомобилями. Там устраивают какое-то шоу. Ну и как мы видим зал. Ну хоть и зал заполняется. Да, зал потихоньку заполняется. Во-первых, потому что вечер, потому что люди возвращаются с работы. Сейчас как раз на 15 минут 9-го. Достаточно хорошее времечко. И я думаю, что на выходных тут будет совсем много людей. Да. Складывается такое впечатление. Ну пока, видимо, продолжают чинить компьютеры. Ребят. Хотя у Сикрет, судя по всему, все замечательно. Потому что сидят, они в хорошем настроении что-то обсуждают. Задумался Мизери. Опять этих якорей тащить. Сколько можно. Ну он в последнее время такой, знаешь, вот Мизери как паренек. Он немножко нервный. То есть у него по своей карьере было очень много мемчиков, где он там кричал на всех. И люди это запоминали. И вот по игре видно, что осталось что-то еще. То есть он и на Магнусе бывал, так что несколько раз улетел в землю. Было дело. И в прошлой игре на Дарк Сири, ну скажем так, пошло не очень хорошо, потому что было много моментов, где он там встраивал необычные стенки. Но если мораль в команде хорошая, то он божит. Ну вот как наши аналитики тоже отмечали, то что часто не везло с командой Мизери. Попадались какие-то ребята, которые не слишком компетентны, скажем, в вопросе доты. Из последних команд, в которых у него вроде бы получалось играть можно отметить, наверное, LGD International, если я не ошибаюсь. У них там забавный получился такой стак. С годом как раз вот Мизери, Браксом. Ну такое, они заняли девятое, двенадцатое место. То есть, насколько я помню, в призы они не попали вот на пункте. Да, да. У них тогда не получилось. Но я к тому, что в принципе, как команда, они были весьма любопытным коллективом просто потому, что приносили много экшена в игры. Там как раз вот зажигали и Мизери, и 1437. Вот Small Sports у них очень хорошо получилось выступить на четвертом Инте, потому что когда они играли, ну во-первых, там была нереальная конкуренция. Там были какие-то вот эти вот тайбрейкерс, где просто играли чемпионы Инта в этих тайбрейкерс, и нафиг всех поубивали. И вот они попали, по-моему, туда же, и в итоге девятое, десятое место заняли. Да, потому что МСС на антимагии играл. Ну бывало, да, бывало. Вообще я удивлен, что в таких играх отдали малому керри, и там бывают такие необычные ситуации, и ты думаешь, а что делать дальше. Ну и МСС тогда немножко подкачал. МСС тогда серьезно подкачал этот коллектив. Это была та самая игра, когда антимаг нафармил 6 слотов. Да, и никого не мог догнать. Ну не мог. Нет, там еще был смешной момент, он не знал, что дальше делать. Враг не выходит с базы. Ну там да, там и в драке он не прыгал, наоборот, из них выпрыгивал, когда команда шла в бой. То есть там очень курьезные были моменты. Мы очень часто вспоминаем эту игру, вот как показатель вообще, в принципе, МСС как игрока. Ну вообще, как что, любому керри в любой момент игры полезно становится танком, как вот у нас недавно, или да, на ДК показывал, что даже если сложная ситуация, ты можешь всегда спокойно врываться вперед, а дальше твоя команда с тебя все сделает там. И суппорт Лина может стать керри, если пару киллов сделает. Обрати внимание на Тинника, на его аватарку, на ноги. На ножки. Ножки у него ничего, да. Ножки у него такие, как у, я не знаю, как у школьницы. Хотя сам-то вроде Дебелл и дядька. Обрати внимание на Даззл с моей челюстью. Да, я вот как раз вот и показывал. Там вот у Фенрира, смотри, тоже зомби что-то немного дергается, там все, смотри, немного дергаются. Ну такие пафосные-пафосные картинки. Там вообще на вот этих картинках отображаются таймеры смерти, байбеки, если у кого-то есть и гида, тоже все это дело видно. Так что не просто так эти экраны там стоят. Есть там немного полезная информация, но у нас отжимается пауза и мы продолжаем. Для тех, кто только подключился, напоминаем то, что это Сикрет против Вич и Гейминг. Вторая карта и счет 1-0 ВГ ведут. Поехали. Так, айсайсайс у нас возвращается на низ, возможно будет продолжать преследовать Этернал Энви и будет им какая-то помощь. И вот пошел размениваться с Пупеем по ХП. Ну, с Пупеем я думаю он будет рад поразмениваться, хотя вот сейчас не особо, потому что появляется целых три героя на линии, но Мизери немножечко не получилось у него подблочить, хотя айсайсайс горит, как он горит. Там вторая уже земля, да, третьего уровня дум. Как же вовремя вышел Мизери. Не ожидал айсайс встретить здесь, думаю. Да, определенно. Ну, у него вардов нет, у айсайса в этой линии, поэтому и вот такой неожиданностью стал для него третий герой. Так, супер смотрю, вообще не заморачивается, он просто продолжает качать монетку, не хочет иметь стан, судя по всему, даже на всякий случай. Так, и Team Secret не хотят они встречать Queen of Pain и Shaker, довольно-таки неприятный ланап, который забирает почти любого, и вместо этого решили попробовать запушить тавер снизу. Пока получается. Там суппорт тени идет, я тебе так скажу. И суппорт тени сейчас будет насыпать. О, сейчас будет насыпать! Нет, не будет насыпать. Айсайс, кажется, прочувствовал этого суппорта. Да нет, он просто стоит далеко. Ждет топоров, чтобы можно было крипов переагрить. У него почти получилось, но крипов вернулись обратно. Да, и новые подходят, там тележка, поэтому да, пушку здесь, вернее, вышку, конечно же, заберут. Полодай, пошел. На зомби, думаю, братюнь, ты что-то по полу явно не по шансам. Да, ну, видимо, хотел кого-то тоснуть назад, но слишком далеко все находились, его тиммейты, и это минус вышка. На пятой минуте достаточно быстрый снос на здании. Он там уже супер с третьей тучкой в миде буйствует. Конечно, совсем неприятно там стоять мипарю. Но вот Виха хорошо делает. Довольно-таки необычное решение. Он просто подводит двух мипарей, один из них просаживается, и когда он просаживается отправляющего на базу, а второй спокойно стоит фармит. Потом у нас один товарищ может вернуться на Коциного, а Коциный тоже пойдет обратно на фонтанчик. Да, норм. Страта. Ну, по крипам вот очень хорошо. 37 на 5 против 25 на 3. Да, алхимик, конечно, с этих крипов там чуть больше голды имеет, но все равно это не значит, что нельзя добивать своих крипов или не нужно их добивать. Естественно, чем больше, тем лучше. Чтобы хотя бы не слишком сильно отбиваться от этого алхимика. Ой, как больно там только что стало. Пуфиками Виха хорошенько пробил. Супер. Но вот, кстати, наличие беруста имеется ли. В принципе, у Сикретов он есть. Есть тени с прокастом, есть пуфики от Вихи и есть под хилдазла. На пуфике. Да, это очень больно. Это одна из сильнейших комбинаций в плане дамага. Сколько там получается? 140 на 5. Ну, почти 700 дамага. Ну, еще как бы пуфики постолько же. Да, можно ваншотнуть алхимика сразу. Так, ну и пока Вич и гейминг у нас никуда не торопятся. То есть, тяжело им продолжать бегать за Хускаром, который продолжает их доджить, убегает на другие линии. И вместо этого просто решили сосредоточиться на фарме Алхимика. Наделали огромное количество стаков в лесу. Вот мы видим, сейчас одни забирают Алхимика. Вот тут еще вторые, есть третьи. И В3-3 чувствуют. Да, пошел на разведку, видит этого Алхимика. Говорит, друг, привет, можно ли с тобой тут пофармить малость. Обмазал Алхимика своим вот этим ключом. Развел на тучку. Ну-ка, ну-ка. Отступает. Ну, Алхимик, да. Вот эти маленькие можно забрать. Нужно, нужно их сейчас забирать. Так, пополам. Или дождаться, когда у Алхимика закончится ульта. Ну-ка. Ну, ты совсем наглость. Придите что-то к полиции, пожалуйста, приведите. Приходит Суппортини. Эваланч будет Тос, и это минус. И можно тамбук поломать. Можно просто поломать тамбун, но тут попас. Соник вейвом и фиссура из-за леса. По троим хотел сказать, но там было два мипера. Хороший ответ. И нападает на Айс 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 А сейчас Этердолайнви. Также идет Пойзон. И Айс 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 будет сгорать сейчас. Да, это минус. Очень крутая игра. То есть мало того, что они пошли и забрали стаки Алхимика. Мы знаем, что это очень важно, чтобы не дать им разогнаться, нафармить фастер из Диана. Так при этом они еще вдобавок пушат Тауэр снизу, заставляя Вич и Гейминг разделяться. Да, то есть несмотря на то, что там они потеряли героев, вроде как пытаются Сикрет нагнетать обстановку на карте, чтобы Алхимика не было так много пространства, как зачастую это бывает. Но все равно Супер возвращается в лес и начинает добивать этих самых крипчиков. Энви этим пользуется. Хускар стоит на Изилэне. Седьмой уровень. Довольно-таки плотно побил Тауэр. Возвращается сюда Айс Айс Айс, чтобы можно было защищать. И Энви пока в такой позиции, что его здесь вообще нечем брать. Клопа у нас имеет ультимейт на КД. Шейкер пятый, зомби четвертый. Боже мой, Бесмастер пятый. Ну это так себе. Без ультов здесь очень тяжело кого-то убирать. Да. Ну, конечно, АОЕ очень много. Мипа будет очень тяжело здесь, стоит сказать. И похоже на то, что Сикреты готовятся к тому, чтобы забудить Рошана. Ну-ка, покупает у нас купе и смоки. Могут осуществить. То есть, забегают Мипа и Рошана, ты начинаешь их захиливать. Огромное количество урона, и вслед за этим Рошан-то сам по себе довольно быстро падает. Так, ну смотри, тут пока висит Хок. Его, кстати, сбил Виха случайно. Бомба. Бомба сверху прыгает на Бёрнинга, дает ему дуумы. Бёрнинг сгорает. Старается его за сейд, влетает сюда Шекер, на Бёрнинг остался. Буду донайт, буду донайт сейчас Бёрнинга. Да вернись ты назад. Ай, да ладно, не забирает. Супер. И Мизери старается убежать. Есть тики, есть тп, нужно замансить. У него есть топорик, у него есть топорик. Он может ещё подмансить. Да, он подмансил. Видят, что он туда ушёл. Он пытается сделать тп-аут. Он пытается сделать тп-аут. Он делает тп-аут. А в это время Айсайсайз внизу убивает Эртернал Эдли. Как бы это смешно не звучало, но в этот раз его убивают также. Этот ганг — это фантастика? Да, конечно, звёздный десант. Мы думали, кого он тут будет кинуть, а оказывается есть кого — это Doom. Ну, кстати, да, Doom очень неприятный такой персонаж. Тут Бёрнинга сразу же ловят в сетки, подкил ещё одна сетка и заколотил Вика его этими ключами. Ты был прав его рано измута выпускать. Но секреты поплыли, точнее Вич и гейминг поплыли. Просто пошёл папчик. Вспоминаю я Наньянг, где Медовый Тинни просто по КД закидывал Свардара, и там они, грубо говоря, там игру выиграли. Там очень весёлая была игра тоже. Я помню эту летающую селёдку. Так, у нас тут Пайлайдай находит Фенрира. Будет ли его засыпать? Но Энви слишком далеко и фиссурой отрезают Пайлайдая. Но тамбу забирать, конечно, пока не вариант. На тамбу развёл большой кулдаун, 60 секунд, можно попробовать дальше забрать тавер. И Вич и гейминг находятся сейчас в очень опасной ситуации, потому что ультимейтов просто очень мало. Ну, если что, вот, кстати, мы ещё немножко не заметили, но стоит отметить тот факт, что у Дума украден монобёрн. То есть, все вот эти там зомбаки, бестмастеры, когда они получают по минус сатену, это третьих запаса мирового. Или тот же там шейкер, например. Так что совсем неприятно против такого Дума иметь дело. И забирают вышечку. Сейчас как раз пользуется то, что Вич и гейминг у нас находится не в позиции. Очень тяжело воевать, когда у тебя просто нету ресурсов. То есть, мы видим по графикам то, что буквально десятая минута, счёт 6-3, но уже 3000 экспы и при этом ещё 4000 голды. Забрали тавер, юзает смоки и сейчас есть две цели. То есть, можно с одной стороны забрать алхимика, которая фармит твоя лиса, или вариант номер два выйти на Рошана. Ну вот смотри, идут сейчас обходить Алхимоса, находят Супера. Не должны его отсюда выпускать. Есть мана на полный проказ Тутини, поэтому никуда ты отсюда не уйдёшь, дружище. И опять Виха этими ключами продолжает избивать. Почему ключами? Потому что это и есть ключ. Eternal Envy заходит в спину Бёрнингу. Бёрнинг сейчас по-любому расслабился, потому что не ожидает он Кускара у себя здесь увидеть. Выходит Envy и ищет Бёрнинга. Да-да, чуть-чуть не хватило Вижена. Может тут всё ещё прыгнет. Блинк-то на двоечку и подходит Мизери, начинает Envy убить, получает Бёрнинг Дум и Бёрнинг погиб. Да, Бёрнинг был действительно Бёрнингом, только что горел он знакенько. И от Дума, и от земли, и от копий. Так, и FY. FY понимает, что так продолжаться не может. То есть нужно сделать хоть что-то, раз уж игра полностью выходит из-под нашего контроля, покупает он Смоки и сейчас будет Смок Надежды. Ну посмотрим, получится ли. Вроде бы Эхо Слэм есть, то есть Шейкер уже в принципе полезен. Остаётся надеяться на то, что остальные члены команды не подведут и будут также полезными, и пока зомби немного вызывает вопрос, потому что он пятого уровня. И пока они ждут. Огоньим Умипа. Вот такой необычный момент, но вот на данной стадии Мипаль сейчас алхимика контрреет очень быстро. То есть если алхимик начинает с вами драться, то он славится своим легеном, пока у вас нет бурста. Но Умипа настолько нереальный бурст, когда у него там 4 клона и все вкуфаются, и до урон там, плюс подхил дазла, что алхимик не боятся. Но он совсем не боец, то есть ему нужно там, я не знаю, добрых 2000 хп для того, чтобы хотя бы пережить это. Да, но мы видим, что он пока не думает, покупает такие артефакты и верит в то, что сможет наформить Родианс. А Team Secret знает то, что супер хочет наформить свой Родианс, ищет его, находит в лесу. Вот мы видим то, что мизери, мизери. Просто пугает его своим видом. Да, да, да. Он просто выгоняет, да. Ты знаешь, что-то не просто выгоняет. Боже мой, с двух плюсов чуть не сбил этого алхимика. А мы еще, да, Виха недалеко, но, я так понимаю, там следующим артефактом какой-то блингдаггер, скорее всего, появится у Мипа. Виха любит так делать, постоянно нагнетать, ты просто падаешь на голову, у вас неожиданно там пять. И Виха демонстрирует великолепную игру, то есть мало того, что Team Secret отжимает ТВРА, вот тут Internal Envy сверху начинает бить, и естественно, Вич и Гейминг не хотят идти сражаться, так при этом он еще прячет Мипарей в своем лесу и ждет спидпушеров. И спидпушеры не идут. Они, походу, что-то подозревают. Так, тут у нас пока пирог Ложь Смерть забирает очередной спаун крипов, восьмого уровня уже Тини. Вообще неплохо так Тини. Суппорт Тини, в принципе, неплохо реализуется, сейчас мы видим. Так, 1800 Галдер, тапочки, 14-ая минута. Так, и Сурку поймали, а тут Пупей умер. Но, да, на пятую позицию потратили две ульты. И реснется Пупей довольно-таки быстро. 25 секунд, 25 секунд, сейчас самое главное от Eternal Envy отойти, ни в коем случае не наферить, и могут спокойно идти убивать противников. Тут нечем драться им будет, ну, в дальнейшем будет. То есть можно вообще Рошен отжать, это самая-самая благоприятная опция. Ну, там вот Мизери засел, правда, он руну хочет отжать, и вот мигает, да, то, что Хаста лежит сейчас на нижнем рунспоте. Кстати, оцени, что взял Eternal Envy. Они, походу, с Мизери, точнее, да, они, походу, с Мизери на одной волне. Правда, один взял Гарпию Штормодела. Очень сильный юнит на такой стадии игры. Ну, да, 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 конечно, 140 урона, это серьезное заявление. Скулдауна в 4 секунды, такой себе молния лишь рачка такая, знаешь, типа бам-бам-бам по демаджу. Да, и самое важное то, что вот именно в этом патче все крипы имеют 1400 хп, и вот эта Гарпия может тут с некоторыми героями посражаться по своей статистике. Ну, да, у нее тут хороший монопул, то есть она свои там 540 маны, ну, 11 раз выстрелит. Одиннадцать раз это полторы тысячи урона. Так, в этой А3 знают, что у Шекера нет ульта. А, в принципе, ульта Шекера и ульта Квапе это те самые два стола, которые могут его ваншотнуть почти в любом замесе. И наглый выходит на Рошана. И очень активно мигает сейчас Бестмастер на то, что на Рошане происходит что-то неладное. Используется Смоук, тут же уже пюрок Ложь-Смерть, увидел он перемещающегося Шекера. Также понимают, что неспроста, сейчас топоры туда залетели, кидается Хвессура, но поздно. Только-только появляется у Алхимика Радианс 16-ая минута. В свете того, что обычно Алхимики там на 10-ой, на 12-ой собирают, то сейчас он, можно сказать, затяжной. Очень затяжной. И самый большой вопрос в том, как он сейчас его сможет реализовать. Потому что ничего не изменилось. Сикреты контролируют твой лес. О, Вихо уже пошел в этой 3. Вид супера. У него 900 кп. Сеточка нападает на Фенрира. Пум-пум-пум-пум. Тамба, правда, поставилась. Идет под хил, но еще одна сеточка. И еще, по идее, пум-пум-пум-пум. Действительно, так и есть. Две секунды до Соник Вейва, 16 до Эхо Слэма. Бёрнинга даже нет на топе. Он не может никак помочь команде Бёрнинг, пока вообще на магазин куда-то убежал. Ну, похоже на то, что Бёрнинг хочет завершить свой арщит. То есть, вот такой момент, что если у тебя не будет какого-то сайленса, какого-то крутого контроля, то как бы вы не инициировали через бисмастера на врага, но Дазл засейвит любого товарища, ну и потом можно даже кинуть хилочку Хускара. Ну да, то есть, в принципе, ВИЧи должны понимать то, что если не будет контроля на Пупея, а у Клопы будет одна задача, это прыгнуть на голову просто Дазлу. Или, может быть, на голову думать, чтобы тот не смог дать свой ультимейт. Ну, много вариантов. Да, да, да. Ну, возможно, даже Дазл будет в большем приоритете. Ну, а Сикрет пока не особо парится, они просто идут сносить ещё одну вышку. Причём нереально нагло, вот за такую наглость можно было бы наказать. То есть, они идут, пушат вверх, вот просто Энви стоит своей командой на другом участке карты и стараются спровоцировать замес 4 на 5. ВИЧи боятся. Да, конечно, серьёзная заявка. Ну и последняя Тир-2-вышка сейчас падает, вот после неё можно будет посмотреть на общие графики по Нетворсам. Я думаю, там уже всё должно быть совсем серьёзным. Ну, там слишком жёстко. Там Дазл уже догоняет Квапу. Да, между прочим. Потому что Портини скоро так в лейт подумает выйти. Так, ну и вот они, графики. А на графиках 12 тысяч золота преимущества у Team Secret. Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать? Даже не одиннадцать и не десять, а двенадцать. Это много. По XP ещё десять тысяч? Да, 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 есть такое. И китайцы засели? Вот такая необычная характерная черта, когда они сидят и ждут чего-то. Какого-то чуда там. Да, вот немного непонятно, чего именно. Потому что, например, FI просто Кроуфизносу нужен даггер. То есть ему сейчас всеми возможными способами нужно где-то, я не знаю, там на линии, недалеко от базы стоять, подбивать крипчиков. Алхимос, тебе не надо фармить что-то на тысячу золота, дай эту тысячу своему шейкеру. Он думает, нет, я нафармю четыре тысячи и дам ему агоним. Да, окей. С двух пачек крипов. Ну, на самом деле, странно выглядит это всё. То, что сейчас шейкер бегает, побирается, а алхимик фармит, ну, непонятно на что. То есть у него просто там тысяча двести голды, ну окей. Что-то травла, возможно, себе купит потом. Для того, чтобы хоть как-то больше сплитить. Но для секретов это тоже будет такой себе знак, что можно идти атаковать. Ну, вообще, когда вот настолько жестко тебя поджимают... Монтакторин. Нет. И ты спамишь свои иллюзии. Нет. Ну, то есть смотри... Там Квапа чуть не умерла. Квапа выжила из-за броя Палайдая, но Палайдая не умерла. Вот чего ждали китайцы, вот. Чтобы Тинни зашел к ним на базу. Ошибочка. Ну, в общем, да, этого они и дождались, но Палайдая видно, что как-то... Как-то... Ну, как-то не можно остановиться. Спейси даже в такой ситуации показывают... Он на прошлой карте норм спейсил. Помнишь этого сталкера? Не, ну, первый спейс был нормальный. Потом уже, да, немножечко заигрался. Но какая ситуация? Ситуация очень простая. Есть Мипа. Мипа может фармить вот это. Мипа может фармить весь свой лес. При этом быть сверху и найти Супера. И Алхимик все понял. Да, что больше ВХ здесь не стоит. Алхимика забирает. Не знаю, куда бежит команда Richie Gaming, но здесь нужно просто убегать и продавать Супера в рабство. Да, кстати, Мизери классно шейкер отрезает. В итоге можно даже попробовать на него напасть. Но Мизери под Скорость Эрлсом четвертого уровня. Там же еще и Пупей. Врывается Виха прямо на базу с Пуффика. Взлетает Айс 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 и избивает одного. Переключается моментально на второго. Также Queen of Payne едва-едва уходит из-под сетки. Тут же Пупы. Еще одна сетка прямо на базе. Папа должна кричать. Вот он прокаст. Но Виха продолжает избивать людей. Он просто уходит под Монтантом. Там есть и Гида. Ооо. Он говорит, что давайте сюда подходи по одному. Ну, будем с вами разбираться. А в это время Envy вместе с Пайлайдайом ломали вышку. И практически сломали ее. Колоссальный ДПС по базе. Тут Мипари накручивается. Супер старается что-то сделать. Но врывается Пайлайдай. Боже мой, суппорт! Что творит суппорт? Почти Алхимику убивает. Ну, в сторону забрали. Ну, Шейкер без ульта остается у нас Мипа. Врывается Дум. Получается Аминт. Хорошая реализация от Бернинга. Мизери нужно спасать. Нужен Грейв. Мизери не в... Мизери, боже мой. Салат, он еще живет. Вот только-только сейчас погибает. Есть Грейв на Envy. И он нападает на троих. Ты посмотри, что он делает. Как много дамаги. Убивает одного, второго. Переключается. И, кажется, попахивает ГГшечкой. Трипл килл для Eternal Envy. Конечно, вряд ли. Вряд ли сейчас Вичи сдадутся. Но камбэчить из такого практически нереально. Но это Брависима. Да, конечно, хотелось бы потерпеть Вичи Гейминг на своей базе. Но мы видим то, что невероятный дэмэдж выдает Мипарь. Я не забываю. Почему, что он находится на... Совершенно... Шекер с охослымом. Найс. Вернинг. Правда, нет. У них вейва. Ну хорошо. Виху заберут. Виха денает сам себя. Задрут? Задрут! О! О, мой бог! Я просто в восторге. Да, я просто тоже замолчал. Я пытаюсь подобрать какие-то слова. Но это невозможно. Феноменальное исполнение. Так, ну минус две стороны. Да, минус две стороны. И уже двадцатка Нетворса практически в пользу секретов. И, ну, двенадцать тысяч опыта, но мы понимаем, что опыт тут уже совсем не играет никакой роли. Тут уже... Счет идет вообще на минуты. И я, честно говоря, не особо понимаю, что должно произойти, чтобы Вичи победили. Хорошо, шейкер один из того. Это уже хоть более-менее неплохо. Шейкер, кстати, неплохо поднялся, посмотри. Да. Даже бустер все купил. Шейкер вообще какой-то жесткий. У него 1-0-5. Как он вообще умудрился это сделать? То есть... Все мрут, а у него 1-0-5. Первый. Пупей из себя. Тинифорстафает. Подходит по лайдай. Поднимают Fy. Рор на Этернал Энви. Нужно всей командой его забирать. Срочно буст! Срочно! Грейв в студию! Энви в итоге! Энви и Грейв не дали. Пупей не добежал. Хотя мог. Мог он кинуть Грейв. Но, возможно, немного рейнджи не хватило. Ну и на месте Вичи Гейминг нельзя останавливаться. То есть, нужно просто идти как бешеным и воевать. То есть, они сейчас убегают. Видимо, верят в то, что все еще алхимик можно затащить. Буквально. Наивные. Да. И, кстати, посмотри, что собирает алхимик. Я думаю, это твой выход. Не. Я молчу. Не, понятно, что он сейчас будет пытаться как-то отпушивать этими иллюзиями, там, все такое. Но у меня один вопрос, который я хочу задать команде Вичи Гейминг. Чем такой алхимик собирается убивать Хускара? Ну, Хускара копой. Утимейт там. Бам-бам-бам. Ну, типа, да. Но вдруг что-то пойдет не так у Бернинга. Что делать? Как бы плана Б нет, в принципе. Вот в чем проблема. То есть, есть план А. Бернинг зафинишит вот эти там 400 хп последние, да, у Хускара. А если нет, то что? Ну, судя по нетворсам, есть керри шейкер. То есть, FY так неплохо поднимается, имеет, блин, поинт-бустер. Он вообще по нетворсам догоняет квапу. И если хорошо пойдет, то с аганимом можно в миполее так плотненько ворваться. Не, шейкер только что вот показал на миде, что он может ворваться. И если он еще соберет себе какой-то аганим условный, а он в него выходит постепенно, потому что у него уже половина аганима собрана. то в теории, если игра затянется еще минут на 20, шейкер может с Lenovo развалить все. Ну, конечно, с Хусиком придется по-другому разговаривать, но начало может неплохой шейкер для команды обеспечить. В любом случае, еще все зависит от того, что собираются делать секрет, потому что у них и дум есть. Не забываем про дума, конечно же, который может прыгнуть в любой момент на ту же квапу, например. И просто кляп ей ткнуть и все. Вот сейчас похоже то, что ждут байбека. Или, может быть, сразу попробуют выйти в смоках, но байбек сейчас на мипаре очень сильно решает. Там не хватает буквально 700 голды, чтобы можно было нападать. То есть не будут рисковать сразу кин Рошана, сначала почекают пространство. Может быть, ворды получится поразбивать. Ну вот-вот, да, забегают. Сейчас ставится сентрячок, находят они апсервер. Естественно, его не трогают. Нападают мид на Супера, Супера. Будут пытаться покусить. Есть Doom на него. Сетка, правда, мимо. Сетка попадает, старая, но тут шейкер. По замечательному гасабо, Берни. На пару с Ифаем хорошо разваливают противника. Мипа у по, остается один мизэри. Берни, кова преследует, но отпускает. И мизэри, убежал, убежал, убежал. Ты смотри. Хотя нет. Ифа решил не останавливаться. Хорошо. Игра пошла. Есть висурка. Нужно выбрать кого же. Да, выбирает мизэри, думает, что можно было убирать. Но он не решается. Боятся? Да, боятся. А кто его знает, сейчас это бешеный миппер, сделает sided байбек прилетит и развалит вас пятерых. Так? Вжимает максимумы ситуации, но, на мой взгляд, нужно было идти рисковать, потому что ульта Шейкера в КД, ульта Аквапы у нас, мы видим, тоже отсутствует. Мипарь появится через 33 секунды, и он заберет Аегис. Да, ну вот Шейкер, я уже говорил, что у него там половина Аганима, пока, правда, ФА деньги не тратит, оставляет на байбэк, правильно делает, но все равно мы видим, да, Вичи пока могут драться. Вот когда этот сброд уже собирается, из-за того, что Шейкер не остался бомжом, а из-за того, что у него хороший уровень, как бы 11-ый, это второй уже Хаслэм, это серьезный урон, ну и Квапа тоже там с 13-ым, тоже с хорошим дэмэджем чистым, там 380 как-никак, то, да, еще могут, еще могут сопротивляться, но что делать будут потом, опять же? Ну вот сейчас вот Кускар убивает Рошана, довольно-таки быстро его заберут, у него 3000 голды сверху, имеется Армлет, Алибарда, Доминатор, вообще невероятные артефакты, и если он тебе купит какой-то БКБ или там Сатаник, его, по-моему, будет просто не убить. На Мипу забирает Аегис, понимает, что ему уделяется пока отдельное внимание. Это не все так плохо, у Вичи Гейминга, я вот что-то подумал, они же только одну сторону в сторону снесли. Ну пока да, пока так же есть. Палайдет, правда, нашел Бернинга, у Бернинга проблема, успевает выше 20 кп, но нужно ловить. Вихар, В3-3, уже бежит, кидает сеточку с рейнджа, попадает, фантастика, трехочковая просто такая сетка залетела. Вот отсюда он примерно ее закинул, вот так вот где-то. Неплохо, неплохо, Вихар. Ну напомним, что он на Мипаре, 8к там, поднимал и НМР неплохо так. Ну, в принципе, понятно, откуда тогда, когда вот смотришь на такого Мипа и думаешь, что, блин, а если бы он попался против меня в папочке, просто спасайтесь, то можно. Не, ну бывает такое, что, да ладно, он поднял на Мипаре в профессиональной доте, его, естественно, никто не возьмет, но он Team Secret вообще не обламывается. Ну, похожая история есть с Excalibur, который приехал однажды против команды ДК на саммит и на тинкере в Соленово убил чуть ли не чемпионов мира. Ну ты? Чувак из паба. Чувак из паба, да. Ну, Хусик пока спокойно догрызает здание. Причем Супер так танцует, танцует, манит на себя Энви, но Энви... Шаманские танцы. Ну, теперь пошел. Хороший врыв от Энви, врывается у нас Смизери, дает ультимейт на Пупея, Пупея не может, на Супера, Супер не может сделать ничего моментального, вырубает под поезд. Вот этот риф, хороший ультимейт от Шейкера. Нужно какое-то продолжение, но Квапа в таверне. Квапа уже все потратила, у Квапы не будет никакой помощи, тут же Пайлайдай, через секунду будет Эвленч, насыпает по троим. Да и тут же Хускар говорит, сюда иди, и ты, и друзей своих приводи. И этого тоже, говорит, в этой три забирает Алхимик, остается Фенрир, Пайлайдай двухочковый в корзину. Молодцы. Да, вторая сторона падает, ну и идут в трон, естественно, идут в трон. И отваливается Бернинг. Бернинг. Да, такой бывает. Гай-гай, пишет, айсайсайсайс. Да, понимает, что нечего тянуть время. Даешь третью. Вот она, мы просили, мы просили третью, просили мы, просили аналитики, просили зрителей, я уверен, и допросились. Но, честно, в этой игре все было почти совсем в одну калитку. Ну да, то есть складывается такое ощущение, что если Сикреты начинают набирать непонятную билиберду, просто Мипа, Супор Тини, еще и Хускара на кэри, то они просто теряются и не понимают, что делать. Да, похоже именно на то. Типа, давайте возьмем какой-то бред, а посмотрим, умеют они играть или нет против такого. Может быть, кстати, товарищик из папчика, Виха, и принес им эту тактику. Говорит, слушайте, там в пабе такой бред порой наберут, и получается, давайте потестим. Говорит, на 8к вроде норм катается. Ну, уходит.